На прошлой неделе правоохранители зарегистрировали 4 ДТП, в одном из них пострадал 13-летний подросток. Около дома 4 по улице Железнодорожной пенсионер на Ниссане Кашкая на нерегулируемом перекрёстке выехал навстречу, где 24-летний саровчанин на Фольксвагене-Пассате остановился для поворота налево. Автомобили столкнулись. Позднее несовершеннолетний пассажирка автомашины Ниссан Кашкай 2011 года рождения обратилась в приёмное отделение с телесными повреждениями, которые возникли в результате данного дорожно-транспортного происшествия. После осмотра врачом была отпущена домой. На выходных около ТЦ7 произошла авария, после которой на дороге остались осколки и детали от автомобилей. В социальных сетях саровчане задались вопросом, кто должен устранять подобные последствия ДТП. Госавтоинспекторы пояснили, что после аварии водители должны убрать автомобили, чтобы не мешать проезду, но про обломки и мусор в ПДД ничего не сказано. Поэтому участники ДТП не обязаны этого делать. Что касается сотрудников ОГИБДД, которые выезжают на дорожно-транспортные происшествия, они могут изымать кусочки кузова транспортных средств, кусочки каких-то деталей, которые имеют отношение к дорожно-транспортному происшествию и последующему расследованию. Все это прикладывается к протоколу и прилагается к материалам дела. В целом уборкой дорожного покрытия занимается то предприятие, которое обслуживает данный участок дороги. При этом ответственные лица должны в кратчайшие сроки устранить недочеты на дороге, чтобы не создавать аварийную ситуацию. Госавтоинспекторы также напоминают о своевременной замене зимней резины на летнюю. Это необходимо делать с того периода, когда на дорогах исчезла наледь, а столбики термометров на протяжении всего дня показывают плюс 7 и выше. Зимняя резина состоит из более мягких материалов. Она разогревается, становится рыхлой и теряет сцепление с дорожным покрытием. Кроме того, на зимней резине не предусмотрены такие водоотводящие полоски, которые выводят жидкость из пятна соприкосновения самой резины. И когда водитель на зимней шине наезжает на какую-то лужу, пленку воды, может случиться занос, и водитель перестанет контролировать свой автомобиль. Зимняя резина также включает в себя противоскользящие шипы, которые портят дорожное покрытие. Если не заменить шины вовремя, штрафовать не будут. Однако в связи с постановлением РФ существует список неисправностей, с которыми ездить на автомобиле запрещено. Туда же входят пункты про колеса и шины. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.